Добро пожаловать, сэр! Как вы? Рады вас видеть! Братан, как твои дела? Смотрю, тут собралась вся команда! А у тебя сегодня хорошее настроение? Да, Артур тоже пришёл! Тебе полтинник стукнет в этом году? Пока нет, мужик! Привет, Дана! Привет, братишка! Рад тебя видеть! Спасибо, что пригласил! Как жизнь? Всё, ништяк! Ты видел себя? Охренительно выглядишь! С вами очередной крутой выпуск «Хотбоксин» и я, Майк Тайсон! И с нами человечище! Дана Уайт! Что тут ещё сказать? Чё как, бро? Как сам, дружище! Охренеть, ты подкачался с нашей прошлой встречи! Спасибо, брат, стараюсь! Я начал говорить о том, что ты... Один из самых знаменитых, узнаваемых людей на планете Земля, когда ты находишься в Европе, и у них появляется возможность увидеть тебя, поговорить и сфотографироваться, то наверняка начинает твориться настоящая дичь! Что сказать? Если знают, что я приеду, ну, скажем... Да, скажем, в Англию, хотя сейчас мне туда нельзя, но если я в Англии, то народ будет вызванивать свою родню из Африки, а те приедут, что-то подготовят, приедут из Португалии, где бы они ни были, все приедут. Настоящее безумие в Англии, семьи свои приводят, у них совсем другой взгляд на спортсменов, в отличие от Штатов. Иногда доходит до такого, что меня буквально сбивают с ног, полная жопа. Ну, в Штатах тоже такое есть. Послушай, я всегда говорил про тебя так. А мы с тобой дружим, ебать, уже лет, наверное, 20. И даже я в шоке, когда ты приходишь. Для людей ты... Человек-икона. И знаешь, если убрать спорт, то ты популярен и без него. Ты просто пиздец, какой человек-икона. Когда ты входишь в комнату, люди срут себе в штаны. А если есть шанс встретиться с тобой... Понимаешь, почему люди едут из ебучей Африки, Португалии и других мест? Потому что это охуенно. Это круто. Знаешь, когда я смотрю на себя со стороны, и, как мне кажется, смотрю на то, что видят другие, я думаю, можешь представить, сколько в нем недостатков. Это еще одно твое качество, которое делает тебя тем, кто ты есть, и почему люди настолько сходят с ума. Ты охуеть, насколько честен, говоря о себе, и потому, как ты сам на себя смотришь. Ты очень уникальный и удивительный. Ебать его человек. Да хорош, просто подумай вот о чем. Я когда на Роберто Дюрана смотрю, то думаю о том же. Охуеть, что он за человек? Это еще одна твоя сторона, почему ты такой охуенный, понимаешь? Ты крутой, Майк. Крутой. Ну да ладно. Ты такой же крутой чувак, ведь если говорить о UFC, то все думают про Дану Уайта. Я слышал, что Дану Уайт самый политический игрок. Так в Вегасе про него говорят. Мне нравится приписка «политик». Да, ты реально такой. Слушай, вот это реально безумно. У меня есть носильщик, или как его там? Водитель Убера есть все дела. Они говорят, да она не может пойти сюда, а тут ему вход запрещен. Такие, а ты знаешь, что Даню Уайту нельзя в этот отель. А я ему, чего? Я не думал, что у него такие дела. Думал он только в боях. А оказывается, что он приходит в казино и обдирает их до нитки. Один отель он вообще оставил на банкротах. Когда говорят, что мне запрещено, они имеют в виду, что мне нельзя играть в лимитах, в которых я хочу. Они заставляют меня играть в придуманных ими. Короче, я всегда играю на максимальные суммы, которые мне позволяют. Но я один из тех, что как только я прилетаю, начинается жопа. Как только я прилетаю, то сразу иду в Ред Рок и начинаю играть. Я слышал об этом вчера, перед тем, как прилететь сюда. Серьезно? Ну, значит, ты все понимаешь. Еще хотел сказать, что после боя Майка, если он дрался в МГМ или где-то еще, и ты возвращаешься в зал после того, как он закончил бой, и вся ебаная парковка заставлена новыми машинами. Майк покупал машину просто, блядь, каждому. Каждый, кто помогал перед боем, получал ебаную новую машину. Да. Послушай, если говоришь, что у тебя есть банда, будь ты хоть гангстер, хоть кто угодно, все твои кореша должны выглядеть как их босс. Если не знают, кто босс, кому подлизывать. Если все выглядят как босс, тогда все ведут себя как люди. Он заботился о всех. Зато теперь люди заботятся обо мне. Теперь заботятся обо мне. Все возвращается мне. Это круто. Кто сейчас? Тот самый боец UFC, которого хочет видеть весь мир. Если смотреть сейчас, то это Исраэля Десанья. Да, он еще на пике. Да, он наша большая звезда. Что мне нравится в этом парне, так это то, что он любит драться. Хочет драться несколько раз в год. Еще есть Волкановский. Настоящий дикарь. Хамзат Чимаев. Он огромная звезда, его хотят видеть. И у него бой с Паула Коста. Слышь, я буду тренировать Фрэнсис Ангану. На бой с Тайсоном Фьюри. Ты по-любому слышал. Нет, я об этом не слышал. Меня заставили. Поймали на слове, и теперь я обязан. Ты видел выпуск Майка с Хазбуллой? Мне кажется, Майк не въехал и думал, что это обычный ребенок. Ага. Как тебе Хазбик, Майк? Мне кажется, он хороший малый. Люблю его. Ему надо драться с маленькими людьми. Он бы пошел на это. Он бил тебя по лицу? Да он каждого бьет по лицу. Серьезно? Хуйня это все. Он мне очень нравится. Я говорю ему расслабиться и не быть таким серьезным. Он постоянно, это, напряженный, да, постоянно на готове. Согласен. Хороший пацан. Кстати, Нелк Бойс. Не, 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 это не они его раскрутили. Он и без них взрывал. Но они хорошо о нем позаботились, когда он прилетел в Штаты. Они провели ему тур и сделали много хорошего. Хазбулла очень хорошо устроился. Мы выбили ему сделку. На видеоигру с ним выбили сделку. На футболке этот парнишка зарабатывает легко, без напряга, больше миллиона долларов. С одним только UFC и Снелк Бойс больше миллиона долларов. Да, он вырвался. Я охренел, когда Майк взял его на руки на своем подкасте. Я люблю детей. Ха-ха-ха. А что там по поводу Маска и Цукерберка? Ты будешь промоутером? Да, они реально хотят подраться. Моя жена говорит... Бой будет. Жена говорит, что Цукерберг настучит Маску. А я говорю, что Маск надерет ему зад. Забавно то, что мы говорили насчет Колизея. У меня даже была встреча с... 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 командой министра культуры в Италии о том, чтобы провести их бой в Колизее. А как они будут драться? ММА или бокс? Нет, это будет ММА. А вот это я бы хотел посмотреть. Такое я бы посмотрел. Переговоры ведутся. А они будут жрать стероиды или еще чего? Нет, стероидов не будет. Они запрещены. Их будут проверять. Да, моя жена тоже думает, что Цукерберг надерет Маску зад. Цукерберг вроде синий пояс. Цукерберг... серьезно подходит к бою. Он огромный. Фанат UFC. Он тренируется. И является фанатом ММА. Илон отпинает этого уебка как каратист. Посмотри внимательно на Илона Маска. Этот чувак выглядит так, словно он не с нашей планеты. Илон занимался дзюдо, пока рос. Видишь? Он реально дзюдоист. В натуре дзюдоист. Думаешь, почему он хочет драться с Цукербергом? Межгалактический гимнаст. Какие у тебя предсказания на бой? Слушай, это такой бой, который позволил бы мне составить убийственный карт. Куча крутых боев. А потом они. Только подумай, два богатейших и влиятельных в мире, блядь, чувака. Я заплатил бы за это. Ты бы заплатил за это? Все бы заплатили. И кто, блядь, не хочет это увидеть? Скажи, кто этого не хочет? Даже нищий нашел бы денег. Это тот самый бой, который даже, блядь, твоя бабушка будет смотреть. Понимаешь? Это огромный бой. Трампу придется подраться с Путиным, чтобы их обогнать. Знаешь, как моя жена говорит? У этих парней столько денег, что они не знают, чем себя занять. Не знают, что делать. Если Коннор и Флойд собрали 600 миллионов, то сколько этот бой соберет? Думаешь, даже больше, чем они? Я думаю, этот бой соберет миллиард долларов, и я говорю про чистый доход. Миллиард чистыми. Самым большим был бой Коннора и Флойда. Они собрали около 4,5 миллионов онлайн-билетов. Второе место занимают Флойд и Мэнни. Они совсем немного позади. Данно, ты пиздец какой стройный стал. Подкачался и выглядишь, будто готов дать кому-то пизды. Не готов я драться. И вообще. Я беговую дорожку кое-как пизжу. Кто самый устрашающий боец в UFC? Кого ты мог бы поставить на один уровень с майком на пике формы? Это хороший вопрос. Ну ты понял. Кто такой же дерзкий? Я понял. Имея в виду среди всех бойцов. Я бы сказал, что сейчас Хамзат Чимаев как раз такой парень. Он даже на человека не похож. Да, Чимаев уебет тебе по лицу и даже на секунду не задумается. Мне кажется, если бы ты в лучшие годы уебал кому-то леща, просто леща ладошкой, ты бы просто к хуям вырубил любого своей ебучей ладошкой. Понимаешь, о чем я? Ты из тех времен, когда проще было дать кому-то леща, чем ударить кулаком. Если посмотреть на UFC и подумать о том, через что мы прошли, сейчас UFC повсюду. Это новый вид спорта, ради которого люди тренируются, которым занимаются. Если бы Майку Тайсону было ёбаных 13 лет, это то, чем он занимался бы. Да я бы в маске в октагоне летал. В своей маске. Я бы добавил элемент рестлинга и бился в маске. Мне кажется, ты бы раздавал пизделей налево и направо. Не знаю, если бы мне отбили большой палец, я бы тупо сдался. Я видел, как один держит другого и наступает на большой палец, и думаю, ебать... Да, но ты думаешь так, потому что тебе 57 лет. Да, молодому мне было похер. Ты был ёбаным зверем. Ты бы занимался этим дерьмом. Точно бы занимался этим. Я удивлён, что в начале UFC бойцы не поубивали друг друга нахуй. Да, я знаю, это... Если подумать, то можно... Они дрались, пока не сдадутся. Ни раундов, ни ограничения по времени. Да. К тому же мужики прошлого не были... на таком высоком уровне. Просто жёсткие парни из мира единоборств с разным прошлым. Но это было неотразимо. В этом есть что-то. Бои и новые виды боёв всегда захватывали воображение людей по всему миру. Я всегда говорил, что неважно, какого ты цвета, из какой ты страны, на каком языке говоришь, мы все люди, и бои у нас в ДНК. Мы обожаем смотреть, как кто-то дерётся. Это то, чем мы занимаемся большую часть жизни. Трахаемся и дерёмся, причём дерёмся даже чаще. База, которая заложена во всех людей. Поздравляю тебя со всеми успехами. Я очень рад, что у тебя всё получается. Я знаю, брат, и я ценю это. Люблю тебя. Очередной эпизод «Хотбоксинг» подошёл к концу. Я Майк Тайсон. Спасибо тебе, Дану Уайт, за то, что появился у нас на шоу. Спасибо, что позвал. Люблю твоё шоу, брат. И это была концовка ещё одного эпизода. На этом всё, друзья. Выпуск переведён и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok